Всем здравствуйте, это Политбюро. Я Александр Шелест, на нашем заседании Валерий Соловей. Валерий, мое почтение. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. На фоне обостряющейся ситуации вокруг Украины, очень интересно поведение России на внешнеполитической арене. И очень хотели бы, чтобы вы прокомментировали отношения с Ираном, таким достаточно токсическим, токсичным для Запада, государственным образованием. Насколько далеко и глубоко зайдут эти отношения России и Ирана? Потому что у иранцев там счет 10 миллиардов претензий в сторону Российской Федерации. И зачем Иран России? Ну, дело в том, что вчера во время встречи российского и иранского президента, Путин пообещал выполнить все требования Ирана. Все. Но в данном случае он исходит из того, что у него нет времени для торга, что ему надо обеспечить стабильность и хорошее отношение с Ираном именно сейчас. И он действует по принципу, как его характеризовал один наблюдатель, обещай все, обещай все, что они хотят, а выполняй по мере необходимости. Он обещал выполнить все, буквально все. И в том числе, значит, эти 10 миллиардов выплатить, и в том числе принимать ядерные отходы, и в том числе оказать свою максимальную поддержку Ирану в международных организациях. Потому что Путину сейчас необходима поддержка в его действиях на главном направлении российской внешней политики. Главное направление это Запад и Украина в частности. Может быть, даже в первую очередь Украина. Поясните, пожалуйста, как Иран может помочь Путину в решении вопроса Украины? Ну, непосредственно, конечно, не поможет. Ну, может, наверное, попытаться каким-то образом повлиять на Турцию. Ну, не повлиять, а отвлечь Турцию, понимаете? Вот что-то в таком духе сделать. Попытаться оживить свою клиентелу, допустим, Европе, в том числе диверсионно-террористическую клиентелу, вот с тем, чтобы отвлечь внимание европейцев от Украины. Турция и предложение Эрдогана – это крик глухонемого в пустоте? Ну, Эрдоган хочет сыграть важную самостоятельную роль, и поэтому понятно его предложение. Но ведь в России словами пресс-секретаря Пескова уже сказала, ну, если вы принудите Украину к подписанию Минских соглашений, прекрасно. Тогда мы, пожалуй, встретимся. Это действительно главное условие встречи Путина и Зеленского. Поскольку первая встреча оказалась крайне неудачной, и Зеленский обвел фактически Путина вокруг пальца, сейчас будут встречаться только при одном условии – Зеленский подписывает обязывающие документы. Скажите, вот это, ну, такая достаточно интересная конспирологическая информация о том, что якобы кураторы российские пресс-службы так называемой ДНР не спустили текст, черновой текст обращения о гибели господина Пушилина. Да. Скажите, ну, а так просто члены «Единой России» возьмут и ликвидируют? Ну, запросто, господи, делов-то. Вы что, это вот как раз казус Белли. Значит, якобы украинские диверсионные группы совершают террористические акты против видных представителей самопровозглашенных республик. И причем это не одиночные теракты, а это акции, в которые гибнут мирные, ни в чем не повинные граждане. Так что все, в общем, идет по плану. А что такой пробой случился? Это очень интересно, произошел ли он случайно или намеренно. Но дело в том, что оригиналы этого документа уже находятся на Западе. Утечка произошла практически мгновенно. И там вообще-то нет сомнений в его аутентичности, насколько я знаю. Так что здесь никакой конспирологии. Это то, как действует, как строится российская внешняя политика. Но никакой конспирологии. Нет, просто очень интересно. Документ на Западе. И что? Ничего. Это, кстати, подтвердило как раз их опасения насчет роли Российской Федерации в конструировании казус Белли. Поводов для начала войны с Украиной. Да. И еще один вопрос по еще одной небезызвестной, не знаю, экс-депутату Российской Думы. Поклонской? Да, конечно. Экс-дипломату в КБВ. А что происходит? Вот побыла же дипломатом. Туземцам борщ варила, жаловалась, что селедки нет. А тут вот такой разворот и взять и покинуть такую, казалось бы, очень интересную должность в интересном месте. Нет, слушайте, ну, были предостережения о том, что герои русской весны, в число кое входит и госпожа Поклонская, могут стать жертвами террористических актов, в кавычках, со стороны Украины. И КБВ в этом отношении представляет ничуть даже лучшие позиции, чем, допустим, ее нахождение в России. Ее предупредили об этом, предупредили лично. И известно, что во время разговора о МИДе она именно это предостережение и выставила в качестве своего нежелания направляться послом в КБВ. Это вот такой вот дипломатический демарш. Она вообще славится своей прямотой. За это ее крайне недолюбливают, кстати, в Кремле. Вот в данном случае она поступила, мне кажется, крайне разумно. Не хочет падать жертвой. Что с ней будет дальше? Да, что? Что с ней будет дальше? Ничего не будет дальше. Я думаю, она сейчас забьется в какую-нибудь щель, будет поменьше выходить из дома. Но это, как ни странно, способно защищать и наблюдать за развитием ситуации. Я благодарю вас за это заседание. Валерий Соловей прокомментировал очень интересные и неоднозначные новости. Но все наше внимание, как ни крути, приковано к ситуации отношений России и Запада, и Украина. Потому что мы на перепутье. Что будет дальше? Будем следить за ситуацией. Подпишитесь на наш канал, поставьте лайк, напишите комментарий. И всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»